Да, знаешь, я вот слушал эти новости, и там этот украинский предстоятель, да, говорит, что это грех Кайна, когда вот его спросили, это говорит, это грех Кайна. Да, и, ну, там еще в Москве, вот где этот, ну, главный храм Христа Спасителя, там девочка стояла, подросток, с плакатом «Шестая заповедь, не убей». Да, ее взяли и повели. Там, здесь, видишь, заповедь «не убей», не знаю, как все это совместить, когда здесь друг друга убивают. Вот в этом вопрос. А какой вопрос? Если заповедь есть, ее надо соблюдать. К заповедю вопросов вообще нету. Будет моля, ржавчина, и нельзя ничего сделать, никакая трава не поможет. Это надлежит быть. Господь... А заповедь «не убей». Заповедь дана для детей Божиих. А это события в мире, предсказанные, будут войны, глады, землетрясения. Мы не можем землетрясения убрать никак. И этому надлежит быть, говорит Господь. Царство на царство, народ на народ. Это внутри государства революции, народ на народ, а царство на царство. Это так. Вот говорим сейчас, возьмем, к примеру, Грузия. Зачем им НАТО нужно там? Зачем нужно восстанавливать атомные ракеты против России? Почему это убираете? А раз вы это делаете, такие, как вот на Украине, подтянули вплотную. Сейчас там Норвегия, то другое. Россия, прямо говорит президент, вплотную границам подтянули. Им это нужно? Надо же смотреть до конца не просто так. А почему случилось так? Да потому и случилось так, что отступили от Бога. Злодейство на злодейство. Ведь нет ни одного у нас беззаконного здесь попах, который не был бы в Украине. Оттуда вся зараза идет. Бритые. Не крестят. Лбы только мощат, как у вас. Одинаковые. Вы почему это убираете? Это вы проклятые священники, когда дело делаете небрежно. Тебя, чтобы покрестить, сколько мне пришлось крутиться по стране. Это ты уже осчастливленный просто родился в этой семье. Тебе ли говорить? Ты знаешь, рядом братья ваши, что они делают? Где не посмотришь воры в законе, кто грузины? Что захватили? Ну вот Бог и посылает вам этот меч с Абхазией вместе в Украину. Написано, проклят, что меч Господень удержит от крови. Не убей, так к Богу относится не к человеку. Что делали? Раскулащивали. Никогда в мире не было уж труженика, сельского хозяйства трогали, тем более работягу. А вот это раскулащивание обошлось 12 миллионов голов, как Сталин показал Черчиллю. И это не все. А сколько было в 37-м году невинно взятых людей? Общее число людей достигает 66 миллионов. И вот поэтому Гитлер родился. Адольф Алаизович. Он пришел, чтобы вразумить. Евреи отступили от Бога, не знают. Поэтому он объявляет им войну. Это меч Божий. И проклят, кто меч Божий удерживает от крови. Мы не молимся нисколько о том, что прекрати, Господи, но да будет воля Твоя. Я повторяю, Иеремия, 48-я глава, 10-й стих. Два проклятия в одном стихе. Небрежно делают? Некуда небрежнее. Оглашено, изведите, ведь не выполняете. Не знаете даже этого. Я был, видел. Посмотрю, что я был в Греции. Кажется, от Греции вера пришла. Меня спрашивают, собрались. А вот вы столько стран проехали. Как вера греков? Торгаши несчастные. И возьми, разбери своих, что у вас издают. Создают конкретно-то. И ты увидишь, надо плакать. И куда бы ни приехали, грузины надо же взять. Что, главные воры в законе. Нашелся один там все-таки у вас, там Саакашвили. Маленько подбрил вас. Стали их насиловать там. И все. Я не знаю, что. Я говорю, как есть. Согрешили. И вот эти украинцы оттуда, священники, приезжают бритые в России. Крещение нигде нельзя найти. Лежал парализованный в Воронеже Сергей Козлов. И никого нету. Приехали с Алтая. Батюшка ездил туда. С другого места священник. И там покрестили. Нету крещения. А мощения головы нету. Даже у тебя бассейн построили. Хороший бассейн. Ты посмотри, как крестит. Ты наклонился, вся спина наружу. А как говорят, если с блошиной, блоха какая она, с ее глаз, погруженный в воду, все может быть напрасно. И все за деньги. Торговля. Это дело какое-то мы делаем. Надо определять, Божий или нет. Но крестить, без покаяния людей, которые ничего не знают прищищать, это дело священническое. И делает его самым небрежным образом. Сколько готовят оглашенные. Оглашенные-то из идите выполнить не можете. Вы не знаете, кто свой, кто чужой. Я каждый раз со священниками знаюсь и удивляюсь. У них страха никакого нету. Совершенно. Я ему Библию показываю. А патриарх что? Патриарх Алексей говорит. Второй. Каких бандитов напринимали в церковь? Деньги берут за крещение? Берут. Крещение недействительное. Патриарх Алексей прямо говорит, это настоящая симония. Кто так делал и над кем делали крещение? Оба должны быть извергнуты. Вот меч Божий пришел. Считаем, книгу судей согрешали. Бог посылает разных правителей. Так не убей. Нас это не касается. Мы уже убили. Они разврат этот церковный сколько насеяли? Они убили миллионы душ. Что? Осипов профессор не знает, что тех, которых он выпускает, это люди неверующие. Они Бога не знают. Они безобразничают. Священник пьяный гонит на машине. Работает на дороге. Он сразу двоих задавил. И все это заснято. И теперь все вдруг из дела исчезает. Он на машине продолжает ездить. Вы в корень проникнете и увидите. И потоп, и Содом, и война по погущению Божией, и глаты моры. Всему надлежит быть. Но мы в этом не участники. У нас заявления подают, где мы не будем снаряды подносить, корректировать огонь. Нет. Мы верующие. Не убей. Касается нас. Мы не можем сказать не убей Китаю, когда там веры нету. Никакой веры нету совсем. Только часть христиан, которые делаются там, мусульмане, полпроцента. Вообще Бога нету. А, говорит, Будда. Будда – это не Бог. Это человек, достигший нирваны. И таких Будда у них несколько миллионов. Хотя одни хоть провозглашают по-другому Бог называется. А здесь вообще нету. Итак, относительно убийства. Златоуз говорит. Определенная щетка. Если человек, родители, не учат детей к богопознанию, они хуже убийц. Убийца убивает тело. А если ты не даешь детям полного образования, веры в любовь Божию, то он убивает душу бессмертную. Вот горе-то где. И поэтому не уби у нас. Убий царствует в каждом почти доме. Вот у нас здесь вокруг храмы, которые есть. Кто приходит? 50 человек решили опросить. Хоть одного крестили правильно? Нет. Мокрой ладошкой по голове. Крещение это? Додумается, уже насос берут велосипедный, брызнул водой. На кого капля попала, одевшие стоят. Это безумие. Троекратное полное погружение. У вас река тищет. Пойди туда. И не надо никаких купелей строить. Вот у нас, ты сам видел, как батюшка стоит по грудь в воде. Когда последний раз стоял по грудь в воде? Когда подходили туда люди? Даже в этом и то смухлюют. Вроде построены, в то же время нигде нету. Я веду занятия сразу в пяти университетах. Показываем людям путь. И в это время приходят посыльные от священца и говорят, в Никольском соборе у нас батюшки сказали, что теперь купель есть. Скажите, Игнатий Тихонович, я говорю, они для меня это делают. И купели накрыли мраморными плитами, и по-прежнему лбы мощат. Мокрой ладонью проводят. Как у армянской апостоличной церкви. Чашка стоит на столе. Их священник опустил руки. Провел по голове, по лицу, по ногам. Все, крещен. Католики вообще не крестят. Это речь идет о миллиардах людей уже. И поэтому убийцы окружают нас. А то, понимаете, вот экуменическое движение, там молятся с католиками. Да экуменическое движение на домашнем уровне у каждого сплошь. Дети неверующие, снохи, с ними вместе сидят дома, распевают. Какие праздники справляют? Как? Копни глубже, и ты увидишь, что ничего и нету. Почему секты так быстро распространяются? Потому что они проповедуют Слово Божие. Я вот где был, меня знает я никто. Но я приехал к тебе, когда... Почему ты мне сразу слово дал сказать? Почему в алтарь завел? Ну, я же, тесто, там можно. И стал говорить, что все приняли? Какие прекрасные переводчики у тебя на грузинский язык. Ну, и те-то-то единицы таких. Да, я приехал недалеко от храма Христа Спасителя, метров двести, там, на Берсеневке. Отец-ягумен, там, Сахаров. Там он сразу переодевает меня в стихарь, я проповедую. Был в Португалии, там тоже слово сказал. А вот так-то нигде никому это не надо. Проповеди нету. Служба, служба. Дослужилися. Народ-то не знает. Если Богу нужна десятина, так сделайте богослужение два часа. Десятину Богу отдайте, десятая часть. А остальное для проповеди. У нас ведь выдумка на выдумке. Если больной не знал, там, ну, забыла, бабка там какая-то таблетку проглотила или там выпила глоток воды, прищищать нельзя. А то, что человек Бога не знает, и жил не для Бога. Теперь лишь бы рот только раскрыл, вызывает к умирающему. Зафиксировали рот, чтобы, может, протолкнуть было. У сектантов, которых сегодня уже, вот православных во всем мире 250 миллионов, а протестантов, разных сектантов, 660 миллионов уже. А почему они все проповедуют? Вы знаете, особенно на Украине, Мамо Басили, как он гонял этих свидетелей сторожевой башни. Так было? А почему не взять пример, что они идут от дома к дому, проповедуют? Да, они даже еретиками нельзя назвать, но они не сидят, они идут от дома к дому, от двери к двери. Нам научиться надо, там, где работают люди. Мартин Лютер как-то сказал папе, говорит, когда меня не будет, тогда ты поймешь, как тебе меня не хватает. Вот дело-то какое. Поэтому человек, не учащий другого Слову Божьему, он является убийцей. То есть это мы убийцы, если мы не проповедуем. Все, слушаю. Да, ну, только скажу, что большая ученость, ну, так доводит тебя, вот такие выводы делать. Так, это относится к тем, кто семинарии Академии заканчивает. Ко мне ученость не относится. У меня нет ни гуманитарного, ни церковного образования. У меня есть святая библия, труды святых отцов и каноны, над которыми я вот 27 сентября в этом году будет 60 лет. Все. Как обо мне спросили отца Геннадия Фаста, который в моем доме обратился. Он говорит, это человек, который Библию из рук не выпускает. И для которого авторитетов нет на земле. Бог сказал, и поэтому он говорит так, патриарх, не патриарх. Мы были с тобой вместе у патриарха вашего Ильи. Снимок сохранился. Берегите его. То есть без него еще совсем хуже будет. У вас тоже пытались сделать эти садомиты проклятые свои. Все, заткнули им рот-то? Да. Патриарх говорит, у нас это не принято. Два-три слова и все. А его все-таки уважает народ. Разогнали. Я бегу, говорю, гляжу, там с тапуреткой один бежит. Другой там, кажется, с кастрюлей. Ты меня спросил, какие лозунги написать. Вы шли спокойные. Может быть, больше всех и сделали. Да. Ну, у нас сейчас вот 17 мая, это, значит, тоже было, значит, здесь вокруг храма центрального, это там Кашвец в центре, весь народ собрался. Значит, здесь патриарх объявил день мира и день семьи. против, да, восстать против садомистов. Ну, да. Вот это весь народ Божий не собрался. Ну, сколько у... Страна-то ваша маленькая. А ты знаешь статистику? Сколько у вас абортов делает? Почему патриарх не запретит так, чтобы дрожало все? Почему у мусульман нет аборта ни одного за 1400 лет? Да. Да, пришли на 6 столетий, почти позже нас. И они показали себе, как они одеты женщины. Ну, у тебя-то наполовину раздетые стоят. Без платков. Руки там, жаркая. Ни одной мусульманки нету, где нам к ней молятся, чтобы она была без рукавки. У всех хиджабы надеты. Как в нашем храме молятся. Тебе тоже есть о чем подумать-то. Да. Правильно. Ну, я... Конечно, ты, отец, ну, как говорится, вундеркинт, самородок. Здесь тебе... Сам Господь тебя через слово учил здесь. Поэтому вот это были твои главные университеты. Здесь кто может больше научиться. Потому что у тебя закваска здесь Христова. Да, дело-то в общем, что чтобы мирянин... Ну, чтеца, что считать-то? Считай, что какая там должность. И к нам приезжает... А мы к РПЦЗ относимся по-прежнему. Приезжает митрополит, патриарший. И во время литургии меня подзывают в алтарь и просит Игнать Тихонович, скажите проповедь. Этого нигде в мире нету. Вот какого нам по Господь прислал митрополита. Сергий Иванников. Он не просто митрополит, он как отец родной. Два раза в год приезжает по Теряевку отслужить. Вот у нас дня три назад умер предстоятель. Иларион. Капрал фамилия его. Да, зарубежная церковь умер. Так что помолитесь о нем. Я его знаю. У меня фотография даже с ним есть, когда я был в Нью-Йорке в Синоде. У него прозвище было. Господин, у которого нет слова дай. Вот к нему кто бы не пришел дай, он отдает последнее. Ему говорят, это обманщики пришли, русские пенчушки. Ну, он же просит. Ну, все тогда, отец. Благодарю за вопросы. Хорошие вопросы задел. Они и тебя прогладили. Спасибо, господи, отец. Если бы я лицемерил, ты бы, конечно, ко мне не подходил. А я говорю о том, как есть. Милость Божия, она еще над нами. Так что смотри, паства тебе веренная. Паства за тебя отвечать не будет. А ты за нее будешь отвечать? Да. А там есть о чем подумать. Вот вообрази, что сейчас меня поставили у вас настоятелем. Я же с первого дня сразу скажу. Сразу. Безбородок прищищать не будем. Безбородок будут выходить соглашенными. Женщины без платков. Принуждаем просто. Одеть головной убор или не заходить в храм. Потому что вы пришли молиться. Не постыжайте голову. Брюки тоже надевают. Это мерзость перед Богом. И этих мерзавых выводить надо. Аборт сделала. Десять лет должна быть за дверями. Правило Василия Великого второе. Ну все тогда, отец дорогой. Отхожу я. Да, отхожу. Спасибо, Господи, отец. Слава Иисусу Христу. Ты всегда с нами. Ты видишь, когда миссионерские поездки. И кто помогал, я тебя всегда поминаю.